Субтитры делал DimaTorzok А живет оно в Австралии. Слышала такой материк Австралии? Тоже не слышала? Смотри, сейчас я тебе его покажу, это животное. Так, вот оно у меня. Сейчас я его вот так выдвину. Видишь, Таисия? Да. Да, посмотри внимательно. Какое это животное необыкновенное. Посмотри, что у него есть. Ну, так же, как у всех животных есть голова, ушки, туловище небольшое и лапки передние и задние. Смотри, какой у него чудесный носик, такой длинненький. Да? На кого-нибудь похожа коала? Нет, и ты права. Знаешь почему? Потому что это животное одно единственное в своем роде. У него нет родственников. Да, вот, например, у кошечек много родственников. И домашняя кошка, и тигр, и леопард. А вот у коалы родственников нет. Она одна в такой природе, одна в дикой природе, своего вида. Представляешь? Вот. Коала, она у нас совсем небольшая. Примерно 50-60 сантиметров. Как новорожденный ребеночек. Видела когда-нибудь малыша маленького? Вот, видела. Вот примерно такого размера у нас коала. А ты знаешь, когда ее увидели первый раз, то ее назвали сумчатый медведь. Похожа она на медвежонку чуть-чуть? Не похоже. Ну вот, понимаешь, первооткрывателям показалось, что похоже. Поэтому они ее так и назвали сумчатый медведь. Еще не из сумочков, в котором живут детеныши, когда рождаются совсем недолгое время. Вот. А потом уже от местных жителей они услышали, что ее называют коала. Коала у нас удивительное животное. Знаешь, почему? Потому что оно ест только листики. И ест листики эвкалипта. Слышала про такое растение? Эвкалипт. Нет? Вообще у него листики ядовитые. И ни одно животное на свете эти листики не ест. А коала умеет выбирать такие листики. И их кушать. Вот так вот. Ну еще она ест аккацию, чайное дерево. А больше ничего. Только листочки. Она очень хорошо лазит. Посмотри, какие у нее когти. Видишь, какие острые. Вот. И она может бегать по деревьям благодаря этим когтям. Вот так. А может даже висеть, зацепиться одной лапкой на дереве. И висеть очень-очень долго. И вообще калы, они не любят двигаться. Они могут 18 часов не шевелиться, даже если они не спят. Да, они просто сидят на деревьях. И на землю они практически не спускаются. Представляешь? Такие вот, как ленивцы, да? Ленивые. Вот. Они экономят энергию свою. Потому что кушают много. Только листики, да? Поэтому им нужно экономить энергию. Ну что, посмотрела на коалу? Симпатичная? Да? Мне тоже очень нравится. Так. Сейчас мы с тобой посмотрим, как коала носит своих детенышей. Посмотри. Сначала они в нее живут в сумочке. А потом, когда выбираются из сумки, вот так вот. Вот, прицепляются, на маму забираются, и на ней сидят. Долго-долго, пока вот не дорастут до мамы. Вот так вот они на ней висят тоже, вместе с мамой, никуда не спешат. Ты на маме любила висеть, когда маленькая была? Нет? Молодец. Сейчас уже не висишь, да? Я любила на папе, только и сейчас на папе люблю. А, ну правильно, папа посильнее будет, да? Поэтому, конечно, на папе веселей. Ну что, Таисия, давай тогда мы с тобой приступим к лепке. Да? Ты готова? Тебе хорошо видно, Таичка? Да. Да, отлично. Ну что, смотри, у меня серого цвета нет, хотя коала у нас серая. У меня она будет голубая. А ты можешь взять любой цвет. И вообще, в лепке главная фантазия. Мы же все равно не слепим точно такую же, правда? У нас будет такая мультяшная с тобой коала. И для начала мы слепим ей голову. Договорились? И вообще, в лепке мы будем использовать с тобой в основном кружочки. Бери небольшой кусочек, отрывай. Чуть меньше половинки, да? И начинай катать шарик. Шарик умеешь катать? Конечно, можно его покатать вот так. По столу. Да. А можно просто в ручках. Сегодня жарко, пластилин у нас прям так и тает. Да? В руках у тебя тает пластилин? А у меня прям, смотри, быстро-быстро раскатался. Но у меня очень мягкий пластилин. Но у тебя? Я тоже. Тоже. Вот, отлично. Смотри, какой у нас с тобой получился. У меня вот такой. Да, хорошенький, хорошенький. Мне нравится. Ну что, Таисия, смотри, старайся его сделать как можно ровнее. Получился? Показывай. О, отлично, какая ты молодец. А я вижу, хорошо тебя, я тебя на большой экран сделаю. Я тебя вижу, прекрасно. Здорово. Смотри, теперь мы с тобой чуть-чуть этот шарик приплюснем. Смотри, вот так вот я его положила. И вот так на него нажму чуть-чуть. Оп, чтобы у нас такая лепешечка получилась. Ну, не тонкая, а такая толстенькая лепешечка. Видишь? Угу. Приплюснула? Да? Вот. Это и будет голова. О, отлично. У тебя здорово получается там. Ну что, на голове, помнишь, мы смотрели картинку? У коалы были ушки. Ушки мы сделаем беленькие. Давай с тобой скатаем два беленьких шарика. Шарики будут небольшие для ушек, да? Это же не слон, это у слона уши большие. А у коалы ушки небольшие. Катай два шарика. Посмотри примерно, какого они размера должны быть. Как дела? Показывай шарики. Так, отлично. Ну что, теперь давай их тоже чуть-чуточку приплюснем. Вот так. Раз. Чуть-чуть пальчиками. Раз. Смотри. Приплюснула. Придавила. Отлично. Молодец. И приклеим их до нашей коали. Раз наверх. И два. И у синей коалы. Да, смотри. Видишь, как они чуть-чуть в сторону смотрят ушки. О, молодец. Можешь, знаешь, их чуть-чуть удлинить, чтобы они не такие кругленькие были, но можно и кругленькие. Все, показывай голову. Получилось? Голова. Смесье, получилось? О, отлично. Молодец. Ну что, теперь мы с тобой сделаем носик и ротик. Давай. Давай. Смотри. Для носика нам как раз понадобится фиолетовый. Помнишь, у него такой носик длинненький у коалы. Давай, бери фиолетовый цвет. И катай. Тоже такой маленький шарик сначала. А у вас это занятие раз в неделю? Это у нас в рамках летней академии, мы уже две недели прошли, и вот эта неделя последняя. Да, но еще будет завтра два занятия, и послезавтра два. Тоже лепка? Нет, завтра будет рисование, и послезавтра рисование. Просто так, по красками, а после красками, по мастерам, и красками. Так. Ну что, как носик? А Таисия любит лепить, да? Да, любит. Мы вообще на глину ходили. А, на керамику к Евгении Владимировне? Ой, нет, это мы в другом районе Москвы живем. Это мы вот сейчас на даче просто, и онлайн-занятия ищем. А-а-а. Разнообразие в нашу летнюю жизнь. Молодцы. Так, Таисия, давай, готова колбаска для носика? О, отлично. Вот смотри, ты ее примерь, не слишком она большая у тебя. Вот посмотри, пример. Слишком. Слишком? Ну, тогда укороти ее. Вот так, пальчиком раз, откуси чуть-чуть, и все. У меня не сказочная получается. А какая? Мультяшная или настоящая? Настоящая, наверное, да? А у колы вообще это черный нос. Ну, хочешь, возьми черный. Хочешь, возьми. Хочешь, возьми. Черный решила взять, да? Давай, как будешь готова, ты мне покажи, ладно? О, отлично. Молодец, здорово. Все, теперь смотри, мы приделаем ротик. У колы ротик совсем-совсем маленький, поэтому берем маленький шарик, он должен быть по размеру такой же, по объему такой же, как носик, чуть-чуть вот покороче, чтобы его вот так вот, смотри, вниз раз и прилепить. Вот видишь, большой. Я вот сейчас его переделаю. Возьму поменьше шарик. И вот так вот раз. Опа. И будет у нас ротик. Видишь? О, молодец. Ну что, Таисия, что нам еще осталось делать на голове? Глаза. Совершенно верно. Глазки. Смотри, мы сделаем глазки беленькие. У колы они такие маленькие, видела на фотографии? Маленькие такие глазки. Беленькие. Два шарика. Катаем. Раз. Два. Старайся, чтобы они были одинаковые, да? И приклеим их к нашей хуале. Рядом с носиком вот так, по бокам. Я черный сделаю. А смотри, а можно сделать беленькие, а внутри черненькие зрачки. Такие, еще меньше шарики. Вот смотри, как я. Оп. Смотри, видишь? В беленький шарик еще меньше можешь сделать черненькие шарики. Я вот синий сделаю зрачки. Смотри. Оп. Ой, большой получил. Я наоборот сделаю белые зрачки. Ну, хорошо. Давай, это же твоя коала, твоя фантазия. Можешь брать любой, который тебе нравится. Ой. Убегает у меня тоже шарик. А почему только голова? Подожди, потому что мы только начали. Сейчас все остальное, конечно же, тоже делаем. Ну что, нравится тебе голова? Да. Давай еще сделаем ему бровки. Ага. Малюсенькие колбасочки сделаем. Их над глазками прилепим. А можно я не буду бровки делать? Не хочешь делать бровки? Ну ладно, ну посмотри, давай я сейчас сделаю, если тебе понравится. Ты сможешь потом. Просто смотри, бровками мы можем сделать его лицо удивленным, например. Да, мы когда брови поднимаем, как будто удивляемся. А если бровки вниз опустить, вот так, да, как будто хмуримся. Мы можем так своей коале настроение чуть-чуть придать. Вот я хочу, чтобы у меня была такая удивленная коала. Видишь, она у меня бровки вверх поднимает. Кто тут? Таисия меня лепит. Удивилась. Ну что, решил не делать? Ну ладно, давай тогда приступим с тобой к туловищу. Туловище у нас не очень большое, поэтому берем кусочек, конечно, больше головы. Вот сейчас я примерю, примерно пойдет. Вот, да, наверное, пойдет, может быть, даже чуточку поменьше сделаю. Смотри. Оп. И начинаем тоже, всегда начинаем с шарика. Потом его легко превратить в другую фигуру. Ты какой цвет взяла для туловища? Или ты решила бровки сделать? Нет, я хочу глаза переделать. А, ну ты мне говори, я тебя подожду, чтобы мы с тобой вместе работали. Здорово. Смешно, видишь? Ну-ка, дай посмотри, какое у нее настроение. По-моему, веселое. Да. Молодец. Мне вообще праздник. Ну и ладно, нет так нет. Если захочешь, сделаешь, не захочешь, не сделаешь. Ну что, приступаем к туловищу? Да. Давай. Смотри, я уже скатала шарик. Давай теперь ты. Очень симпатично. Давай, ну чтобы она у тебя не очень толстенькая была. Ты же видела, на фотографии они такие. Угу. А я еще... Не растолстись. Да, а я еще... А я тоже лепила кору. Ну, только другие занятия. Ну, здорово. В том году? В том году? Или позже в том году? В позапрошлом. Ну, может быть. Давай, как будет туловище готово, ты мне покажи. О, отлично. Смотри, а теперь мы с тобой туловище чуть-чуть превратим в яичко. Вот один краешек мы вот так чуть-чуть, смотри, уменьшаем. Яичко же видела, какой формы? Да? Вот так пальчиками с одной стороны. Сделай его чуть потоньше. И получится вот такое вот яичко. Да, можно, наверное, даже еще. Ага, отлично. Ну что, Таисия, теперь... Ой, ты мне закрыла. Не вижу, что у тебя там с камерой. Я тебя перестала видеть. Спасибо. О, все, теперь вижу. Смотри, теперь, Таисия, нам нужно туловище приделать к нашей голове, да, которую мы с тобой уже скатали. Вот смотри, у меня пластилин очень-очень мягкий, и голова у меня не держится. Смотри, поэтому я возьму помощницу, возьму такую зубочистку, чуть-чуть ее сломаю. Вот так. И чтобы голова не отваливалась, я вот так вот ее приделаю на зубочистку. Если у тебя есть зубочистка, ты можешь сделать так же. Смотри. Или спичка, или, да, какая-то твердая палочка, может быть, даже проволочка. Есть, Таисия, или у тебя, может быть, так держится. У меня просто пластилин очень мягкий. У нас тоже восковый. Да? Нет, он его держит. Держится. Ну все, поставь его, пусть тогда. Да, мы сейчас с тобой приступим. Нам осталось совсем чуть-чуть сделать лапки. Все, готовы делать лапки? Давай мы с тобой. Сколько у коалы лапок? Четыре. Четыре, совершенно верно. Поэтому мы сначала скатаем с тобой четыре одинаковых шарика. Они будут не очень большие. Раз. Два. Три. И четыре. Скатала? Примерно одинаковые они должны быть. Вот, смотри, вот этот у меня поменьше получилось. Сейчас я добавлю пластилина. Что такое? Ты меня не видишь? Нет. Все, видишь теперь. Пока ты лепишь шарики, я тебе, знаешь, что расскажу? Что у коалы, как и у человека, у единственного из животных есть отпечатки пальцев. Знаешь, что такое отпечаток пальца? Вот смотри, вот у нас есть подушечка, да? И у каждого пальчика свой отпечаток, свой узор. Так вот, представляешь, у коалы тоже есть отпечатки пальцев. Как и у человека. Вот такое вот удивительное животное. У нее тоже пальчиков пять, но растут они не как у нас. У нас, смотри, один пальчик, да, противоположный, четырем. А у коалы два пальчика. Поэтому она вот так вот хватается за ветку. У нее вот тут три, вот тут два. Вот так раз, как щипчик. Представляешь, не один пальчик здесь, а два пальчика. А здесь три. И у нее получается такой крючочек, тик. И она может долго-долго висеть. Ну что, получились четыре шарика? Только три. Только три пока. Давай, доделывай четвертый. Я уже катаю четвертый. Ну, молодец. И уже скатала. Уже скатала, отлично. Вот смотри. А теперь нам нужно будет еще два шарика, но поменьше. Поменьше. То есть четыре больших и два поменьше. Можешь уже сама посчитать? Нет, их пока не приклеивай. Нет. А то у нас какая-то неваляшка с тобой получается. А как же она будет цепляться, если у нее будут такие круглые ручки? Сейчас мы их превратим в лапки. Ну что, скатала два поменьше? Ну, неваляшка. Да, точно. У меня тоже пока неваляшка. Так, ну что, Таисия, смотри. Теперь мы с тобой берем два больших шарика. Два больших. А другие два больших и два маленьких пока откладываем в сторону. И теперь мы эти два шарика превратим в передние лапки. Смотри. Раскатываем с тобой колбаску. Колбаску умеешь раскатывать? Ну вот, молодец. Так. Я клюну. Да. И вторую лапку сразу раскатай тоже в колбаску. Это червяк. Ну, сейчас мы его превратим в лапку. Я же тебе говорила, что большинство фигур лепится из колбасок и из кружочков. Поэтому все правильно. Червяк тоже колбаска. Ну что, Таисия, нам осталось теперь наши лапки приделать. Смотри. Мы их приделываем вот так в верхней части туловища. Вот так вот. Раз. Лапка. Оп. Чуть-чуть их. Смотри, сгибаем вот так дугой. Да. И приделываем вот сюда. Оп. Значит, у меня тоже длинновато. Сейчас я ее укорочу. Какой? Что? Что? Мозги. Что? Это зомби-кола. Мозги. Мозги. О, ты любишь зомби? Да. Не боишься? Нет. А я вот боюсь. Почему? Ну, не знаю. Не люблю я. Ну что, готовы у нас? Передние лапки готовы у тебя? Да. От них легко убежать. Они не вот такие мерзли. Да? Ну ладно, тогда я не буду бояться. Таисия, покажи мне, как у тебя получились лапки. Отлично. Молодец. Молодец. Ну что, теперь мы с тобой сделаем задние лапки. Мы берем два шарика, да, вот этих больших. Подождите. У меня зогочок на переде, не лжу, упал. Что у тебя? Опай. Отлично. Смотри, Таисия. Теперь еще у нас есть два больших шарика. Возьми их. Бери два больших шарика. Давай, доделывай свою куалу в джомбе. Как же она у тебя без ног не сможет ходить. Давай. А ну? Это ты не варяшка. Сейчас не варяшка. Вот так она никого не поймает. И листочка не сможет съесть. На дерево не сможет залезть. А ты помнишь, что куалы, они практически не спускаются на землю. Они все время на деревьях. Они спускаются, если только не могут на другое дерево, которое им нужно, перепрыгнуть. А так они бы вообще не спускались. Нет, они вот так. Она будет вот так запрыгивать на деревьях. Понятно. Тогда тебе придется ей батут еще слепить. Ну смотри, я делаю теперь нижние лапки. Или задние, да? Смотри. У меня даже для нее космос уже есть. Я не ползаю. Так, смотри. И мы эти с тобой толстые лепешки приклеиваем вот так по бокам. Раз. Как будто она сидит. Смотри. Это колеса. И теперь мы ей доделаем лапки из двух маленьких шариков. Сделай такие колбаски небольшие. И вот так вот вниз их прилепи. Смотри. Вот так. Видишь, как будто получилось, как будто она у нас с тобой сидит. О, посмотри. Ой, какой же мягкий пластилин. Тает. Прям в руках. У меня готова коала. Да, видишь, приходится прям сильно придавливать, прижимать, потому что все тает от такой жары. Но ты знаешь, в Австралии тоже жара, между прочим. Нет, я ее в холодильник положу. В холодильник охладить, да? Ну, смотри. Если у тебя есть тека от пластилина, у меня вот есть зубочистка, смотри. Можно и вот так вот сделать лапки. Смотри, я вот так вот прижму два раза. Раз, два. И получится такие три пальчика. Видно тебе? Смотри, я поближе... Ой, сейчас. О, видно? Видишь, я как сделала три пальчика. И на этой лапке тоже вот так же сделаю. Смотри. Раз, два нажима. Два. И получается у нее как три пальчика, да? О, молодец. Смотри, и на нижних лапках мы то же самое делаем, вот на которых она сидит. Раз, два. Сзади? Нет, впереди. Видишь, как у меня? Раз, два. Вот такой у нас хорошенький зверек получился. Зверек и коала. Коала, правильно. Ну вот, теперь ты с ней познакомилась. Что ты про нее запомнила, Таисия? Где она живет? Где-где? В Афрайле. Молодец. А родственники у нее есть? Нет. Нет. А что она кушает? Листья. Листья, правильно. А какого дерева она кушает листья только коала? Больше никто в природе не ест. Эвкалипт. Да, у нее такие? Сложно, но ничего. Скажи мне, а коала любит бегать? Нет. Нет. А что она любит делать? Сидеть. Сидеть. Да, 18 часов. Представляешь? Может вообще не двигаться с места. Вот такая вот. А детеныши у нее какие? Где живут сначала, когда рождаются? В сумочке. А, у меня голова отвалилась. Да? Ну вот возьми, если есть зубочистка или спичка, сейчас поищешь дома и приделаешь. Ну что, покажи, Таисия, что у тебя получилось. В камеру покажи мне. Слушай, ну ты знаешь, у нее такие лапы. Задние огромные получились. У меня какой-то коала-кенгуру. Вот, вот. Я тоже хотела сказать, что похоже на кенгуру. Давай чуть-чуть. Ну что, Таисия, на этом мы с тобой сегодняшнее занятие заканчиваем. Ты молодец, отлично слепила. Много очень запомнила. Да, она делает эти твои лица. Ну ничего, ты ее на зубочистку прицепи. Или, может быть, на даче там веточка какая-то есть. Найди тоненькую. И сделай. И сделай своей коали дерево эвкалиптовое. Таисия, можно найти веточку настоящую, а на нее налепить листиков. И посадить на нее коалу. Нет? Все? Закончила лепку на сегодня? Ну что, Таисия, убирай свою коалу в холодильник, если боишься, что она расстраивает. Спасибо большое. А я с тобой прощаюсь. До свидания. До свидания. До свидания. Радом вам познакомиться. Спасибо. Спасибо за занятие. Ну ты молодец. Надо экономно использовать пластилин. Правильно. Чтобы не засорять окружающую среду. Его можно разбирать, переделывать. Если что-то не получается. Я же разбирать не буду. Подождите. Ну давай, ты мне что-то показать хочешь? Да, убежала. Наверное, с прошлой поделки показала. Наверное. С того года. В этом году поменьше занятий. В том году прям много было занятий. Да, потому что в прошлом году же все сидели в онлайне. А в этом году уже много очных занятий работает. Ну да. Ну вот сейчас же всех посадили. Нас тоже посадили. У нас лагерь был. Но это, конечно, ужасно. Хорошо, что есть дача. Да. Да, но... Но, к сожалению, отпуск не безграничный. Это очень... О, смотри, ты ее можешь, куалу и на корабле покатать на своем. Здорово. А это кто? Это космонавт. Это космонавт. А, космонавт. Кстати, знаешь, как будто тоже куала в скафандре. Такая же пучеглазая. Так, это я уже вижу краб какой-то, да? Рыбка, рыбка, золотая рыбка. Рыбка, краду. Здорово, молодец. Я вспомню все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Точек. Вон на вас моток. Угу. Это что? Бру-бру-бру. Машинка. Машина? Машина, да? Ну что, Таисия? Самое красивое – это павлина. Ну давай, павлина. Если хочешь, подключайся завтра. Машина, красиво. Так, зависла чуть-чуть, Таисия. Ага, зависла, да? Бывает. О, вот это да! Какой хвост разноцветный. Молодец. Это морковка? Нет, а что это? Это ракета. А, ракета. Все ясно. Ну ладно. Все, я сейчас ракета. А-а-а-а! Все, Таисия, если хочешь, завтра подключайся рисовать. Завтра будем рисовать акварелью, карандаш, маркер черный возьми. А у нас нет маркера. У нас нету черного маркера. Ну, можно не черный маркер, фломастер, например, черный есть. Или может быть ручка черная. Есть, что-нибудь такое есть. Мелок есть черный. Мелок тоже подойдет, можно будет обвести мелком. Все, Таисия, до свидания. Ты большая молодец. До свидания. Я с тобой прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok